На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева-Черкесии. С вами Руслан Куркмазов. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. 40 жителей Карачаева-Черкесии уже привиты от коронавируса. Сейчас выявляют антитела, а тем временем завершается вакцинация от гриппа. А к окончанию пандемии в Геральдовике завершат строительство новой школы. Старой школе уже почти 100 лет. Обратились к главе республики? Получайте результат. Наш репортаж из Нижней Ермоловки, где отремонтировали дорогу. Электрические счетчики получили разум. Теперь показания сами отправляются к энергетикам. Надо ли населению за это платить? Президент России Владимир Путин получил начать выплаты студентам-медикам, помогающим в борьбе с COVID-19. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил поощрять выплатами в размере от 7 до 10 тысяч рублей студентов-медиков, работающих в медучреждениях, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но труд которых напрямую не связан с лечением больных. Глава государства подчеркнул, что привлечение практикантов позволило высвободить специалистов для работы в красной зоне. Он предложил студентам вузов, аспирантам и ординаторам платить по 10 тысяч рублей в месяц, а студентам колледжа по 7 тысяч рублей. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 608 человек. Из них 7 739 человек выздоровели, 885 госпитализированы. В республике активными темпами идет бесплатная вакцинация против сезонного гриппа и других острых респираторных заболеваний. В рамках реализации соглашения между Минздравом России и Минздравом Карачаево-Черкесии новые вакцины от коронавируса привиты 40 жителей республики. Они успешно прошли вакцинацию и ревакцинацию. Сейчас проводятся мероприятия по выявлению них антител. В ближайшее время в республика получат еще одну партию вакцины против коронавируса. В сентябре текущего года поступила первая парция вакцины против сезонных ОРВИ. Если в прошлом году охват населения вакцинации составил 50%, то до конца текущего года планируется довести эту цифру до 60%. Таким образом, 250 тысяч граждан республики будут вакцинированы от гриппа. В настоящее время в Карачаево-Черкесии получило 173 тысячи доз вакцины против гриппа. Из них 150 тысяч доз освоено. В первую очередь прививаются граждане, подлежащие диспансерному наблюдению, лица, страдающие хроническими заболеваниями и больные с поражением бронхолегочной системы. В каждом районе, в каждом населенном пункте есть медицинские организации и структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Это может быть районная поликлиника, врачебная амбулатория, любые структурные подразделения, в которых есть прививочный кабинет. Кроме того, всегда можно связаться с участковой службой, вызвать на дом. Если больной маломобильный, по тем или иным причинам не может покинуть жилье и прийти в медицинскую организацию, можно привиться на дому. У нас есть трехкомпонентные, четырехкомпонентные вакцины. Для жителей республики, наверное, это мало о чем говорит, но медработники информированы. Есть сови-грипп детский, взрослый, ультрикс-квадрия, флю-М вакцина. Все они очень хорошего качества, проверены. Естественно, только после этого выпущены на рынок. И, слава богу, очень хорошо применяются. Результаты достаточно неплохие. Печальная весть. На 67-м году жизни ушел из жизни заслуженный врач Карачаевой Черкесии, известный доктор Хасан Бимагомедович Тахчуков. С 1983 года он работал в Карачаевской центральной больнице. Заведовал отделением травматологии. Врач-ортопед помогал при травмах, конечностях, растяжениях мышц и других нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата. Тысячам пациентов не только Карачаевска-Карачаевского района, но и жителям всей республики. По словам коллег, внедрил в Карачаевской ЦРБ различные известные методы лечения. Хасан Бимагомедович обладал знаниями во многих направлениях медицины. Многие годы он оказывал помощь как реаниматолог-анестезиолог. В последнее время работал в поликлинике Карачаевска. До последнего оставался верным своей профессии. И его брат, детский хирург Руслан Тахчуков, тоже несколько дней назад, также ушел из жизни. В ауле Гюрюльдевых из Жигутинского района полным ходом идет строительство современной школы. До этого не одно поколение выпускников ходили в старую, расположенную в здании 1925 года постройки. На данном этапе активно ведутся строительные работы фасада нового здания. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Спустя почти столетия здесь, в ауле Гюрюльдевых, строится новая современная школа на 165 ученических мест, отвечающая всем современным стандартам образования. Строительство школы идет быстрыми темпами. Новое здание строится по современному проекту, в котором предусмотрена вся школьная инфраструктура. Учебные классы, актовы, спортивные залы, библиотека, столовая. Сейчас строителями полностью установлен фундамент здания и прикреплены плиты. Под плиты перекрытия, фундаменты все готовы. Сейчас идет перекрытие плитами и выводим на ноль для дальнейшего работ по кирпичной кладке. И в данный момент еще выполняется вокруг здания устройство дренажа для отвода грунтовых вод. Сейчас более ста учащихся обучаются в средней школе аула Старая Джигута. Для жителей строительства образовательное учреждение является долгожданным событием. По словам строителей, данная школа не будет уступать современным городским, где педагоги и дети смогут организовать учебный процесс с максимальным комфортом. На данный момент мы занимаемся в Староджигутинской средней школе. Нас водят автобусы туда. Никаких трудностей как бы там на месте учебы мы не испытываем. Все условия для нас там созданы. В любом случае, конечно, дорога здорова. Она и утомляет детей. Поэтому спешим, все спешим, и дети, и учителя, как бы поскорее прийти, вот опять заниматься в нашей современной новой школе. Я бы хотела сказать, что коллектив Старая Джигута относится к нам очень хорошо. Но скоро зима, и поэтому у нас очень трудные дороги, и, наверное, будет сложно ездить каждый день. Я с очень нестерпением жду, пока нашу школу достроят. На данный момент выполняются бетонные работы по устройству монолитных ригелей. Строители рассчитывают, что в этом году хотя бы провести кирпичную кладку первого этажа здания. Строительство школы планируется завершить к концу 2021 года. Аля Халебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Уст-Джигутинский район. Первый снег сегодня выпал в столице Карачаева, Черкесии. Деревья надели, белые шубы уже готовы к зиме. А вот какая погода будет завтра, и останутся ли деревья без шуб, узнаем прямо сейчас. Субтитры предоставил DimaTorzok В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это главная весть Республики. Мы работаем в прямом эфире. Переносимся в Зеленчукский район. Весной этого года жители села Нижняя Ермоловка обратились к главе Республики с просьбой помочь отремонтировать дорогу на нескольких улицах. Проведен ли ремонт дорог и довольны ли жители результатом, узнавала съемочная группа вестей. Из живописного населенного пункта, который манит туристов, репортаж Алла Динаевой. Живописные уголки Карачаева-Черкесии всегда манили туристов. А Нижняя Ермоловка богата еще грибами и ягодами. Здесь раздолье для тех, кто любит собирать лесной урожай. Тут все есть. Грибы есть, ягоды, малина. Есть все. Загенгирей Сирачев 20 лет назад построил здесь дом и переехал сюда на постоянное место жительства. Спокойно здесь. Природа хорошая. Я там-то в квартире жил на Букову. Квартиру продал, построил дом и тут живу. Здесь растет много бузины, но почему-то нашу улицу назвали Алычевая, улыбаясь, рассказывает дедушка. А с одноименным названием здесь даже две улицы. Вон там через ручей надо было прыгать. А сейчас сделали мост, положили трубу, посыпали, выровняли улицу. Лучше стало, конечно. В сухую, недождливую погоду по этой проселочной дороге можно без препятствий пройти и проехать. Но после дождя и после снега образовывались лужи, и это создавало жителям неудобства. Нижняя Ермоловка входит в состав муниципального образования даусуцкого сельского поселения, который возглавляет Руслан Лайпанов. Мы заказали 300 тонн щебня, и у нас три улицы. Вот эта улица, параллельная улица и третью чуть дальше. И на это на все ушло 300 тонн щебня. Щебень мы его закупали в Карьере в Хабезе и оттуда возили сюда. А чем она лучше обычно? Она, вот у нас, которая в Довсюде, она мытая. А эта щебень, она не мытая, она вместе с песком. И она держит, хорошо она держит. По смете было заложено, и мы планировали засыпать дорогу щебнем 5 сантиметров. А в процессе работы решили сделать этот слой еще плотнее, рассказывает глава поселения Руслан Лайпанов. Ведь для каждого жителя важна инфраструктура, особенно в селах, чтобы жизнь была еще комфортнее и позитивнее. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Руссити Северный Кавказ проводит масштабную работу по замене счетчиков. Если у вас счетчик неумный, то ждите гостей. И нужно ли за это платить, подробнее дали в репортаже. Разговаривать некогда, каждая минута дорога. В день монтажники по электрооборудованию устанавливают около 40 счетчиков. За два месяца работы уже смонтировали чуть больше 2000 новых интеллектуальных приборов учета. В Карачаево-Черкесской республике Росссити Северный Кавказ реализует программу снижения потерь, в которую входит замена приборов учета и реконструкция ВЛ-04. В этой программе участвует Кубанский, Карачаевский, Малокарачаевский район. По этой программе входит не весь объем потребителей, а только те точки, которые имеют большой объем потерь. Сейчас работа по установке умных счетчиков проводится в самом густонаселенном пункте – в ауле Псы Жабазинского района. Здесь проживает более 8 тысяч человек. Специалистам предстоит смонтировать около 3300 приборов и обновить линии электропередачи, установив новые железобетонные опоры. Хозяева домовладения беспокойны. Насколько новые счетчики лучше старых и в чем их преимущество? Как обычно, будет приходить квитанция, где будет ваш расход написан и сколько оплатить. Вот поставят, как заплатим, вот тогда и решим. Хорошо это или плохо, мы еще не знаем. Люди не в курсе, что это такое. Потребители должны понимать, что новая система учета никак не повлияет на объем энергопотребления, уверяют специалисты. Нужно сказать, что установка его абсолютно бесплатная, да и в дальнейшем техническое обслуживание тоже будет проводиться за счет сетевых и с бытовых организаций. И, пожалуй, основной элемент интеллектуального прибора – это специальные счетчики. С помощью них можно контролировать расход электроэнергии в своих домах. Кстати, еще ежемесячные показания не нужно снимать. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Речь идет не только о показаниях. Новое оборудование будет фиксировать уровень и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества. Еще нужно отметить, что объем работ по остановке умных счетчиков большой, а сроки по реализации программы реконструкции распределительных сетей сжаты. Поэтому и работы ведутся каждый день. Это неизбежно влечет за собой отключение электроэнергии на тех участках, где проводится установка. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Это Вести на сегодня. Так мы прожили этот день. О том, как жилось при Иване Грозном, смотрите в сериале прямо сейчас. После этого сериала ваша жизнь покажется сказкой. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова